В беседе о Лазаре святитель Иоанн Златоуст говорит о странолюбии и милостыне. Будем подражать странолюбию Аврааму. Он, сидя при дверями, ловил всех проходивших, и как рыболов какой, забрасывая сеть в море, вытаскивает рыбу, а от чего вытаскивает и золото, и жемчужины. Так и Авраам, уловляя людей, уловил однажды и ангелов, и, что удивительнее, сам того не знал. Чему изумляясь? И Павел убеждает и говорит, странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Евреям 13 глава 2 стих. И хорошо сказал, не зная, ибо если бы он знал, зная, принял их с такой готовностью, то не сделал бы ничего великого и дивного. Но вся похвала за то, что не зная, кто были проходившие, и полагая, что это обыкновенные путники, люди, он с таким усердием пригласил их в дом. Следовательно, и ты, если покажешь всякое великое усердие, принимая кого-нибудь знаменитого и славного человека, ничего не сделаешь удивительного, потому что знаменитость гостя часто заставляет и негостеприимного человека показать всю готовность. Но вот что самое великое и дивное, когда мы и люди, и людей обыкновенных, отверженных и ничтожных, принимаем с великим радушием. Посему и Христос, похваляя так поступающих, говорил, так, как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне, Матфея 25 глава, 40 стих. И опять, нет воли Отца вашего небесного, чтоб погиб один из малых сих, Матфея 18 глава, 14 стих. И еще, а кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Здесь же 6 стих. Да и везде великое у Христа попечение о малых и меньших, сие зная и Авраам, не разведывало приходивших, кто они, откуда, как мы ныне делаем, но просто принимаем всех проходивших. Ибо благотворителю должно не жизнь бедного исследовать, но поправить бедность и помочь нужде. Одна защита у бедного, недостаток и нужда. Ничего более не разыскивай о нем, но хотя бы он был самый порочный, да нуждался в насущном хлебе, утолим голод его. Так повелел творить и Христос, говоря, да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и неправедных. Матфея 5 глава, 45 стих. Милосердный есть пристань для нуждающихся, и пристань принимает всех потерпевших кораблекрушения и спасает от опасного. Злые или добрые, или кто бы ни были те, которые находятся в опасности, она принимает их в свои объятия. Так и ты, видя человека, подвигающегося на земле кораблекрушения, в бедности, не рассуждай и не разыскивай, но помоги несчастью. Для чего делаешь себе труд? Бог освободил тебя от всякой заботы и беспокойства. Сколько бы стали говорить многие и негодовать, если бы Бог повелел прежде с точностью разведать жизнь, узнать поведение, поступки каждого и потом уже подавать милостыню. А теперь мы освобождены от всего этого труда. Для чего же навлекаем на себя излишние заботы? Иное судья, иное подающий милостыню. Милостыня потому так и называется, что мы подаем ее и недостойным. Так поступать увещает и Павел, говоря, делая добро, да не унываем. Будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Галатам 6 глава 9-10 стихи. Если мы станем разыскивать и разведывать о недостойных, то и достойные нелегко попадутся нам. А если будем и недостойным подавать, то и достойные и предостойнейшие, несомненно, придут в наши руки, как случилось с блаженным Авраамом, который Павелику не разыскивал и не разузнавал проходивших, то нашел возможность принять некогда и ангелов. Будем и мы подражать ему, а с ними потомку его Ио. Ибо Исей со всей точностью подражал великодушию предка, и потому говорил, двери мои я отворял прохожему. И вот 31 глава 3-2 стих. Не такому-то отворял, а для другого затворял, но для всех вообще отворял. Так, прошу, будем делать и мы, ничего не разведывая сверхнадлежащего, ибо все достоинства бедного составляет одна нужда его. Кто бы ни пришел к нам с нею, не станем ничего разыскивать более, потому что мы подаем не нраву, но человеку, и жалеем его не за добродетель, но за несчастье, дабы и самим нам привлечь на себя великую милость от Господа, дабы и самим нам недостойным сподобиться его человеколюбие. Если же мы станем в сарабах своих разыскивать достоинства и следовать права, это же сделает и Бог с нами. И стараясь выпытать жизнь сарабов, мы сами защитимся горнего от человеколюбия. Ибо каким судом судите, с каждым на таким будете судимы. Матфея 7 глава, 2 стих. Господу нашему славу во веки веков. Аминь.